В своей гибридной войне против Украины Россия часто использует религию как оружие и фактор дестабилизации украинского общества. Вот и сейчас, когда разгорелся скандал между Украинской Православной Церковью, афилированной с Московским Патриархатом и Министерством Культуры Украины, священнослужители утверждают, что после первых же служб независимой Православной Церкви Украины на территории Киева-Печерской Лавры якобы почернели кресты на некоторых сооружениях. Мы прибыли на место, чтобы узнать, правдивы ли утверждения священнослужителей. Относительно крестов имеются в виду кресты, которые позолотили еще в 60-е годы. И эти кресты тусклые были уже десятилетиями. Действительно, проблема такова, что действительно огромные средства должны тратиться на то, чтобы Киева-Печерский заповедник и достопримечательности выглядели нормально. Даже потемнение определенных предметов со временем – это никак не может быть каким-то знаком. Это предрассудки. Верующий человек такое бы не мог сказать. Национальный заповедник Киева-Печерская Лавра – важнейший культовый комплекс размером с половину Ватикана, находится в собственности государства. С обретением независимости Украиной Минкульт сдавал в аренду Украинской Православной Церкви обе части заповедника – верхнюю музейную и нижнюю храмовую. С 2018-го отношения между УПЦ, которое сохранило связи с Москвой, и украинским государством начали портиться. Теперь же, когда Минкульт просит УПЦ покинуть Лавру, те отвечают решительным отказом. В своих речах священники сравнивают нынешнюю украинскую власть с большевиками и заявляют, что исторически Лавра якобы принадлежит им. Историки называют это откровенной манипуляцией. Лавра как храмовый комплекс построена на деньги украинцев, начиная со времен Киевской Руси. И по традиции, именно легитимный киевский митрополит был ее настоятелем. А теперь, как по количеству парафий, так и по наличию церковного документа Томаса, именно независимая ПЦУ обладает большей легитимностью в этом вопросе. Поэтому нужно отметить, что Лавра всегда принадлежала к трону киевского митрополита, который по традиции был и уже настоятелем Лавры. Поэтому сегодня, когда мы говорим, что блаженнейший Эпифаний возглавляет православную церковь в Украине, он есть по старой традиции и, собственно, человеком, который возглавляет Киево-Пещерскую Лавру по традиции нашей украинской церкви. Мощи, кресты, иконы и прочие реликвии находятся в собственности государства. Именно благодаря соблюдению четкой процедуры в предыдущий раз, когда ОПЦ покидала верхнюю часть Лавры, нарушений не было выявлено, а госимущество осталось на своих местах. Поэтому и нужно максимально открытый процесс, максимально открытое понимание того, на каком основании это происходит. Ну и, соответственно, как это было с другими помещениями Киево-Пещерской Лавры, была создана соответствующая комиссия, которая провела инвентаризацию. Уже она будет сообщать о том, что пропало, какие реликвии пропали, либо ничего не пропало. Поэтому здесь необходимо подходить к этому всему крайне взвешенно, потому что это все-таки вопрос реликвии и внутреннее восприятие человеком Бога. Проблема, как всегда, в России. Представители их крыла церкви сопротивляются воле украинского народа, а пропагандисты придумывают небылицы о том, что якобы кресты на церкви Киева-Печерской Лавры почернели после передачи ПЦУ. Все кресты в своем обычном состоянии, а Украина бережет свое имущество и наследие.